Активистки областной организации Белорусского товариства «Червонога крыжа» с уместно-забластной организацией Белорусского союза «Жанчин» сегодня провели акцию «Першая Жихары Гомельской в области-2017». Новая родовища «Нафты» открыта у Белоруссии. У санатория, где проходит курс реабилитации, дети с потерпелых адовары на ЧАЭС районов, организованы новогодние ранешники. До конца тыдня на Гомельщине усталюется сопраудная зимовая надворья. Температура поветра будет складать до минус 17. И больше подробностей об этом и не только. Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червонога крыжа» с уместно-забластной организацией Белорусского союза «Жанчин» провела акцию «Першая Жихары Гомельской в области-2017». Ее головная мета – повышение престижу семьи и пропаганда семейных каштовностей. Сегодня «Жанчины» активистки с подарунками завитали в Гомельской областной клинично-радильный дом. Вероника Ворошилина, Володая подробностями. На роджении детяти – это зауседы великое счастье. Заявление немаля на свет у новогодние дни – это соправдный цветочный суд и удвоя радость для батьков. Подчас проведения акции «Першая Жихары Гомельской в области-2017» в конференц-зале областного клинично-радильного дома собрались «Жанчины», якие у новогоднюю ночь отримали без перебольшения свой самый важный, дорогий и долго чеканный подарунок – «Дитя». Повеншовать этих счастливых молодых матей и их новонародженных первого студента Нового года «Дитей» у медустановы приехали активисты одразу двух областных организаций – Белорусского товариства «Червоного крижа» и Белорусского союза «Жанчин». Присутным представницам пригожей полового человечества они уручили приемные подарунки и выказали самые теплые и добрые пожадания. Я желаю всем молодым мамам, которые родили маленьких детей, в первую очередь, конечно же, здоровья им, их детям, благополучия их семьям. Этот год – год науки, и я надеюсь, что дети, которые родятся в этом году, которые родились непосредственно в новогоднюю ночь, они достигнут высоких показателей, станут научными деятелями, и будут продвигать нашу страну. Мы приехали сегодня, представители двух общественных организаций – Белорусский Красный Крест, Белорусский союз «Жанчин», для того, чтобы поздравить наших уважаемых, дорогих мамочек. Но надо не забывать и про пап, мы хотим поздравить и пап, который тоже приложили к этому руку. Эта традиция такая в городе у нас уже давно, и многие общественные организации приезжают уже после 1 января поздравить именно гомельчан, которые родились 1 января. У первые сутки Нового 2017 года у гомельским областным клиничным родильным доме заявилось на свет 10 детей. Народились 4 хлопчики и 6 девчонок, у темлику одна двойня. Чтобы отримать самый жаданный новогодний подарок, молодым мате пришлось прикласти шмат сил. Зараз их счастье тяжко передать словами, бо эмоции по-ранейшему переполняют. 1 января появилась на свет наша малышка. Ожидали мы немножечко раньше, но получилось, что 1 января. 1 января, конечно, подарок самый лучший, который может быть в жизни. Ощущение незабываемое и неповторимое. Это все, что можно сказать. Очень счастлива, очень довольна. Просто супер. Это самый важный подарок в моей жизни. 1 января – это уже у меня не первый ребенок, а третий. Как и все предыдущие, долгожданные. Очень рада, очень довольна. Я не ожидала, что это произойдет новогодний праздник. Это было очень неожиданно. Я думала, что это будет чуть позже, но очень рада, что так свершилось. У целом 1-го студеня 2017 года у Гомельской в области народилось 33 детяти. Зараз яны разом со своими счастливыми матулями знаходятся у отповедных медустановок. Застается пожадать им худше вернуться до дому, до самых родных и близких людей. Вероника Варашилина, Яугин Макеенко, телерадоя компания «Гомель». Суместить корыстное с приемным. У санатория, где проходит курс реабилитации детям с потерпелых от Чарнобыльской аварии районов, организовали новогодние ранешники. Олег Синцеров назирал за святочным карагодом. Санатория «Серебряные ключи» оздоровлением детей с потерпелых районов занимается уже не пешей десиходе. Правда, стверждать, что все захворывания у детей выключены от несприяльной экологии. Зараз уже у Нелька. По слову их медиков, сяруют причин и неправильное харчевание, и прозмерное захопление компьютерами. У новогодние дни до специализованных лечения, у санаторий до долейшие святочные ранешники, якея у нечем нагадывать активные рухомые гульни, уже прос некаких вилен обаяковым не застаётся никто. Дети очень замечательные, очень хорошие, очень подвижные, интересные. Песенки все знают. Даже если и не учишь с ними, они всё знают. Они же замечательные, просто дети. Играя с ними, танцуй, и они будут с вами всё время танцевать. У «Серебряных ключах» две трети отпочивальников – дети. Покинуть без свято ни максима никого, а тому ранешники у санатории по неколько разов у день супрацовники кажут, что подрактовали неколько сценариев в залежности от взрослых у деньников. Напомню, нема больше взятошных у деньников новогодних ранешников, чем дети дошкольного взрослого. И они не просто верят в указку, они уют живут. Тут всё по-соправдному. И злая баба яга, и добрый Дед Мороз. У санатории дети находятся 24 дней, а тому жмат кто дома на ёлку просто не поспевая. Гэтые ранешники для них макчима самая головная. У селяки мрази сами дети, да их относятся вельми сурьёзно, а непосредственно у день проведения становятся навыть больше посухмянами. Были послушными, любили наряды друг другу, помогали надевать, чтобы всем костюм охватило, переживали об этом. И помогали нам все друг друга, одели, прибрали, навели порядок, причесались, ну и с удовольствием пришли сюда, пофотографировались возле ёлки, рассказали стихи Деду Морозу, ну и получили подарки долгожданные. Праздник для них состоялся. Олег Сентяров, Ёвген Макеенко, Таля Радио Компания «Гоминь», Светлогорский район. На Гомишчине почались все мероприемства и промеркованные досветкования рожства. На улице Вёсак вышли у дельники коллективов, как показать свои старожитные обрады и гульни. Наши корреспонденты наведали Ёльский район. Гэта только на перший погляд. Сдаётся, что старожитные гульни зусим простые. На справе, как принять у их удела, тем больше перемахчы не обходна быть як минимум спрытным. Я шестого года тому, такие заболки увёз Цивалаус к Ёльского района были распаусюдженными. Сегодня их спробуются дродить члены народного фольклорного коллектива «Волошки». Как дарыши песни и обрады своих протков. «Калядные обрады, обрад 40, гуканье весны, великодные обрады мы сделали, сделали Юрьевский обрад, сделали Покровский обрад. У нас стало уже зажинки, дожинки, праздник первый образный, всё обрады». «Волауский дом культуры – вось уже кольких годов, як центр народных традиций. Переименования не дани на моде, а жадания на справе подкреслить. Угэтым агрогородку, вылучшением и одраджением мясцовой культуры займаются досконало. Нам от этнографичных музеев створились коллекции предметов домашнего побута и старожитных узоров вышиванки. Цепер сюды приводят школьников, каб рассказать им об малой родиме, а нарожство, ясча и песни протков нагадают». «Весь свет озарился, Христос народился, А вы, люди, знаете, Христа прославляйте, Христа прославляйте». «Воложки коллектив дорослый, а леуделу им мясцовой молоди витается. Мненые уродные вёстцы выступают и на гастроли с коллективом выезжают. Угэтым годзе фольклорному ансамблю сполнится 65 годов. Непоколька задяб спинение его выступленья уявны не приходится». «Здесь люди поют, танцуют, дарят счастье людям. Это мне очень сильно нравится, поэтому я тоже получаю от этого удовольствия. И мне кажется, что именно здесь я нашла свой настоящий талант». Олег Сентюров, Максим Савин, Яуген Макенка. Телерадиокампания «Гумель», Ельский район. «До инших тем. Новая родовища нафты открыта у Беларуси. Як поведомили на предприемстве «Беларусьнафта», оно отримало назву «Вугальская». Нафта гэтагарадовища относится до категоры тяжкодоступных запасов. Спрастить распроцовку повинен аномально высокий пластовый тиск. Запасы нового родовища оцениваются у 1 млн 695 тыс. тонн нафты. Больш докладную оценку специалисты зробят пасля бурэння другой разведачной сведравины. Громадяне, яке постоянно проживаюць на территории Беларуси, с першого студеня вызволены ад выплаты дзяржпошліны за уезд альбо знаходжанне у пограничной зоне. Цяпер пры наведванне режимной территории необходна мець прысабе документ, які свечыць особу. Термін дзяння пропуска у пограничную полосу повеличывается з 1 года до 2 годов. Дзяржпошліна за ададзіную паслугу складе 0,4 базовой величыні. Платіця ей не прыйдзіцца жыхарам пограничной зоны, работнікам організацій, які вядуць господарчую дзейнасцю пограничной полосе і шэрагу інших категорых грамадян. Беларуская чыгунка з першого студеня павялічвая памір скидок на праезду на керунку Беларусь-Расія. Умовы іх прадоставлення будуть залежыць ад термінау набыття праезных билетов. Найбольшу выгоду отримаюць пасажиры, які сплануюць сваю паездку заходя. Так, при набытті билета ў переэт ад 60 до 31 дня до отправлення техніка, будзе дзейнічаць скидка 20%. У переэт ад 30 до 21 дня кошт праезда будзе зніжены на 15%. У астатніх выпадках заховываецца базовый тарыф, а калі билет набываецца за 10 дзён до отправлення техніка, устанавливаецца надбавка ў памэры 5%. Дарэчы, ўсю падрабязну інформацію абзмянэнях аплаты праезду з першага студзеня можна отримаць на сайці беларускай чыгункі. Гаджет для худкага пошыку згубліных рэчав распрацавав студент ГДТУ імя Сухога Александр Матвіянкоў. Свою вынаходку ён праставіў на конкурсі 100 ідэй для Беларусі. Про принцип работы прилады даведаліся нашы корэспандэнты. Ідея абстварэнні гаджета ў студэнта 5-го курса машынабудавнічага факультэта Александра Матвіянкоўа нарадзілася некалькі гадоў тому. Аднак до реалізація справа дайшла толькі сё літа, калі студэнтам ГДТУ прапанавалі паудзельнічыць ў конкурсі 100 ідэй для Беларусі. Адным самых актыўных став Александр. Йо навчна руководіцелі, замістіцел дэкана нашого факультэта машынабудавнічага Бустренков Владимир Михайлович после того, как были предложены идеи, отобрал найболі, може біст, найболі інтереснію, найболі значімую і легковыполнімую, що самая важна, тому що идея дожна біть простой, она дожна біть легковыполнімай і дожна біть інтересна широкому кругу потребітелі. На реалізацію праэкта не треба віалікіх сродків. По попередніх разликах, аворка ідзі не більш, чім пра тысячу рублів. Ідея затікавіла журе обласного этапа конкурсу 100 ідэй для Беларусі. І Александр став адным шасті пераможців. У будучім годзі сваўу вінаходку ён працтавіць ў Мінску на заключным республіканскім этапі. Принцип робот там всього лиш, ну, она состоїт із чатырёх вещей. Это батарейка, корпус, гарнитура, блютуз, чтобы связываться. І динамік. Брелка – це устройство, да, і потом, коли ми берем в руки телефон, ми включаєм блютуз, знаходим в списці активних соединений це устройство, нажимаєм, і оно начинає пищать. І його легко буде знайти. Поколь распрацявана тільки теоретична частка проекта. Над рабочим прототипом Александр почне працювати ў ближайший час. Йому допомогуть викладчики университета. В установі различують, угодно працтавіць проект на заключным этапі конкурсу 100 ідэй для Беларусі. І спадяюцца перамахчы. Дмитрий Котаў, Олесі Рудзянкова, Ігор Марышчынка, Телерадио Кампанія «Гуміль». Моду націкаўнасті прагу давідаў, Гуміль ўжо некалькі десяці годзеў дыктуе клуб інтелектуальных гульняў «Белая рысь». Некалькі пакаленніў разумнікаў, што год папаўняўць медалями і кубками з карбонку клуба. Нецтаюць і яго молодші выхаванцы, які вернуліся з інтелектуальны змены національнага діцячага центра зубрання, не з пустымі рукамі. Падставы для такой тёплой сустрэчы ваўтульной зале обласнога палаца творчасті дзяцей і молодзі стало віншаванні юных гумільскіх знаўцав. Зашматлікі аперамогі ў респабліканскіх турнірах па інтелектуальных гульнях «Кубок надзеў» і «Крыштальны зубр», 18 дыпломаў, два кубкі і два крыштальны зубры. Адзін з ёх ўгудкім часі ў прыгожыць выставу з нагарод Гумільскага обласнога палаца творчасті дзяцей і молодзі. Каштоўны приз гамільчані шлі да ёго три гады, урочысты перададзіны директору палаца. Здабытыя трофеў на рахунку ўсяго дзвюг команд клуба – «Тыгры у лінійку» і «Захавальнікі Вясёлкі». Выхованцы трэнера Вольгі і Тамары Клемовіч праўвілі свае лепшыя здольнасті ў штодзе калі і брейнрынгу, сваёй гульні – командной і індвідуальной, і триумфаторамі вернулися ў Гоміль. Мы все не стоим на месте, мы тоже все продвигаемся, становимся умнее, соответственно, мы можем завоевать больше призов. Мы не будем останавливаться настигнутом, сезон в самом разгаре, впереди ещё чемпионат Беларуси і другие турніры в разных городах, в Минске, в Барановичах і так далі. Конечно же, хотілося б выиграть остальні. До конца тыдня на Гомішчыне усталюецца сапраудна зімовая надвор'я. Завтра істотных зменініў не прагнозуецца. Температура паветра днём каля нуля градусаў, ночу – до минус двух. Махчымы апаткі ў выгляде мокраго снегу, а вось ў часвер пятаго студзеня – пахаладая. Днём слупок термометра будзе паказываць до минус шатырог, а ночу – до минус трынадцати. Чыкаюцца моцные снегапады, парывы ветру – до дзісяти метров за секунду. У пятницу температура – до минус семнадцати. У выходныя характар надвор'я істотна не зменіцца, а вось панядзелка пачнецца невялікая пацяплэння. Выгляделі інформаційны выпуск таля радыо кампані Гомель, ў студы працавала Наталья Игнатенка. Я і моі калеги жадаем вам ўсягу самага добраха. До новых сустрэчу ефіры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин